Всего в 250 километрах от города Иркутска находится самый большой остров на Байкале – Альхон. Этот остров славится своими прекрасными песчаными пляжами, а вода в заливах летом погревается до 24 градусов. Также на Альхоне можно прогуляться по одной из экотроп. Столица острова – это поселок Хужир, где даже на центральной улице Байкальской нет асфальта. Но прежде всего на Альхон мы едем за природой. Альхонские гроты замечательны что летом, что зимой. Возле скал можно поймать Хариоза, а на озере Щучьем – Щуку. Мы говорим, что Альхон – это сердце Байкала. Перед нами скала Шаманка или мыс Бурхан. Она находится на острове Альхон в самом сердце озера Байкал. По сей день мыс Бурхан называют одной из девяти святынь Азии. Тысячи туристов, приезжающие на это живописное место, чувствуют его невероятную энергетику. Какая красивая бирюзовая вода и погода. На Альхоне всегда солнечно. Даже если на противоположном берегу идёт дождь, здесь всегда светит солнце. Бегают суслики и кричат чайки. Священные бурятские коровы возле столбиков СРГ. Коновисть СРГ является символом Древа Жизни. Основание столба символизирует царство мёртвых. Остриё же указывает на божественный мир наёнов. Посыщая такие места, люди привозят с собой молоко или другую белую пищу, чтобы принести жертвоприношение духам, которые обитают в этих местах. Молоко разбрызгивают, а пищу кладут на землю. Шаманские предания рассказывают о 13 наёнах, которые были сыновьями тенгриев. Они спустились на землю, чтобы установить справедливость. Каждый проживал в разных частях земли. Эти столбы являются символом божественных сыновей. Пщера на мысе Бурхан принадлежала хан Хутеба Абаю, старшему из сыновей. Сейчас мы подходим с вами к скале шаманки мыс Бурхан. Бурханом буряты называют главное божество Байкала, которое обитает в сквозной пещере на этом мысе. Шаман-скала – одна из девяти святынь Азии. Она сложена мрамором, известняком и гранитом и покрыта лишайниками красного цвета. Высота гребни – 30 и 42 метра. Здесь приносили жертвы и давали обеты шаманы. Позже в пещере в скале находился алтарь Будды. Рядом со скалой в роще сжигали и хоронили шаманов. Раньше нельзя было не только приближаться к скале, но и проезжать мимо на лошадях. Вблизи этого места нельзя сквернословить, и мысли должны быть только позитивными. Пока я спускаюсь, расскажу вам легенду. Давным-давно на берегу Байкала сидел Бурят. Думал, делать ему было нечего. Телевизора не было, интернета тем более. И видит он лежит на берегу бревно. Присмотрелся он к этому бревну, а у него и глаза, и нос, и рот. И думает Бурят, что, видимо, это сам дух Байкала мне подарил это волшебное бревно. А Бурхан вообще это дух Байкала. Взял он это бревно, понес его домой. То ли Бурят сильный был, то ли бревно было легкое. В общем, принес он его домой, установил возле своей юрты, и стал ему с тех пор везти и в рыбалке, и в охоте. И как гости из Польши говорят, и жена с дому не гонит. Сейчас можно встретить маленькие такие сувениры, сделанные из камня, дерева или рога. Бурханчик, посмотрите, если его положить, то он по своей форме напоминает этот мыс Бурхан. Что надо сделать с этим Бурханчиком? Купить того, который вам приглянулся, который вам улыбнулся. Загадать желание, только желание должно быть нематериальное. Подойти к берегу Байкала и окунуть его трижды в воды Байкала, чтобы разбудить. И затем этого Бурханчика носить с собой. И ваше желание обязательно исполнится. Итак, загадываем желание. И окунаем Бурхана трижды в воду. Теперь ваше желание обязательно исполнится. Вот девушка-любовь с фонда «Подари планете жизнь». Она говорит, что есть какой-то конкурс. Есть конкурс «Чистые берега Байкала». И вот мы как раз стояли, нам рассказывали, что если мы видим мусор, даже если это не наш, мы берем, поднимаем его, а потом что делаем? Вам большое спасибо. Вы его убираете, к сожалению. Мы фотографируем, да, выставляем в соцсети, в какие, без разницы, в какие. И хэштег «Чистые берега Байкала». «Чистые берега Байкала». Наш спонсор и всего нашего, вот этого благотворительного фонда. Спасибо большое. Хейнекен, ребята. Вот, и просто мы выставляем, и просто этот хэштег, чтобы как бы люди тоже знали, да, чтобы люди знали, и они могут, это конкурс. А, то, что еще выиграть что-то можно. А какие призы, если не секрет? Или пока секрет? К сожалению, пока это сюрприз. Пока сюрприз. Все, ладно, будем делать. Будем делать. Спасибо, Любовь, до свидания. Мы находимся на Альхоне. Это Харанцы. Вот это остров Харанцы, смотровой в переводе. Это деревня Харанцы. А вот на противоположном берегу, через Малое море, лик Байкала. Вот два глаза, нос и борода уходят в Байкал. Славить предков, исцелять рода. Время собирать камни. Заложи свой здесь камень. Ага, еще бы камень найти. В общем, я нахожусь недалеко от деревни Харанцы. И вот здесь есть два лабиринта каменных. Вот этот лабиринт и вот такой лабиринт. Суть такая. Встретиться с предками, поговорить со своими предками, загадываешь какую-то мысль, какой-то запрос делаешь. Идешь, думаешь, видимо, об этом. И вообще практика длится, говорят, три часа. И потом тебе приходит какая-то мысль, да, то есть ответ на твой вопрос. Интересно, вот я шла-шла и дошла до такого места, что вот тут все камни выстроены в один ряд. И вот здесь. А тут смотрите, какой алтарь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА